Появилась статья там Пилогова сразу, который не был на суде, а сообщил, что ему позвонили издание суда. И там еще на Харьковском новостном агентстве появилось тоже, в общем, сейчас еще больше этих статей появляется, но далеко не все люди, которые пишут эти статьи, они знают информацию изнутри. Поэтому, собственно, мне хочется, чтобы вы это услышали от человека, который там лично присутствовал, ну и мало того, что лично присутствовал, Лена еще и принимает участие в судьбе, в решении этой проблемы с Андреем Бородаком, поэтому лучше, конечно, услышать от нее. Можете задавать вопросы, которые я буду транслировать Лене, а сейчас я ей звоню, и мы можем начать. Так, что-нибудь получается у нас, о, получилось вроде бы. Да, Леночка, добрый день. Добрый день, я сразу хочу предупредить наших дорогих сетлам, что у меня сегодня проблема с интернетом, ну она, собственно, не у меня, а тут многоквартирный дом сдается в эксплуатацию. Что-то там, ну, то ли роют, то ли подключают, поэтому может улетать, так что не пугайтесь, совсем не слетит, но иногда просто видео снимает. Хорошо, Леночка, ну, сейчас мы тебя видим, слышим хорошо. Отлично. Всем доброе утро. Добрый день. У тебя-то уже вообще, это утро, по-моему, шести утра ты уже в сети была. Ну да, я просто еще дописала пару документов, и, честно говоря, опять доспать. Ага, отлично. Лен, ну, естественно, я уже предупредила ребят, что вопрос будет к тебе, поскольку вчера, вернее, позавчера состоялся суд над Андреем Бородавкой, это журналист из Харькова, с Украины, который сейчас находится в Москве. Ты присутствовала там лично, хочется получить напрямую информацию от тебя, потому что в тот же день полетели уже кучи статей от людей, которых там не было, которые просто от кого-то через какие-то звонки что-то слышали. Расскажи, пожалуйста, как, ну, сначала, как это все было, и, в общем, по ходу буду задавать тебе вопросы. Окей, поскольку чатика я не вижу, значит, ты мне вопросы будешь озвучивать тогда. Да, да. Ну, начиналось все это с того, что, в принципе, по правилам внутреннего содержания этого СУФСИГа, то есть этого изолятора временного содержания, как бы доставка на слушательное дело, она и не обязательно. Но, поскольку адвокат написал ходатайство и сам Андрей написал, то его таки туда привезли. Ну, неожиданно, ну, первое, как бы, такое было, хорошая такая ласточка. Вторая была ласточка не очень хорошая, когда я заметила, что первыми стали приходить, собственно, люди, которые, ну, скажем так, не очень доброжелательно относятся к Андрею. Так, еще у меня ничего не исчезло, звук не пропадает? Нет, все хорошо, я скажу. Потому что что-то у меня появляется на экране, что-то какие-то помехи. Вот, то есть, ну, поскольку они там начали появляться и накапливаться, меня-то несколько удивило. Ну, нет, ну, конечно, процесс открытый, можно ходить всем, но, тем не менее. Несмотря на то, что я подавала заявление на аккредитацию, то есть разрешение на съемку. А там аккредитация была? Ну, в суде вообще можно только по аккредитации. А, ну, я не была на судах, поэтому, сори. Ну, нет, ну, я бываю на судах часто, причем, вот, что удивительно, что, ну, здесь, в Москве, бываю часто, ну, по формату журналистских расследований, и, как правило, мне ее дают. Вот здесь совершенно неожиданно мне ее не дали. И, ну, сказали, что есть два корреспондента. Первый канал и «Время покажет» с программами. Да, там они тоже были? Да. Ну, как бы «Время покажет», конечно, да, потому что Андрей очень много принимал участие в их программах, и их эта тема, как бы, непосредственно касалась, поэтому они были. То есть мне объяснили, что, поскольку есть журналисты центральных каналов, то ничего страшного, если я не поснимаю. Ну, я решила, что раз я уже не поснимаю, то, на всяком случае, могу и поговорить, потому что, как бы, ну, говорить и снимать было бы некомфортно. То есть просто перешла в категорию свидетелей. Ну, там можно было опрашивать до трех свидетелей. И раз не дали снимать, ну, думаю, хоть поговорю. Но свидетелей же в зал не пускают, поэтому, к сожалению, с чего там начиналось, все я так дословно не знаю, но, в принципе, по протоколу ведения судебного процесса, то есть по, как бы, по правилам, да, просто зачитывается суть обвинения, ну, вот такое, и потом они пришли к опросу свидетелей. Ну, вот уже после этого, после того, как нас там расспросили о чем-то, мы могли оставаться в зале, дальше я уже знаю. То есть я, конечно, видела по выражениям лиц, что, ну, та сторона, она откровенно радовалась. Та сторона, это ты кого имеешь в виду? Ну, я не буду называть поименно, это наши, украинцы, беженцы, ну, однако, по ряду причин, имеющие конфликт с Андреем Бродавко. Я назову только одного человека, но несколько позже. Вот, и, собственно, судья меня спрашивал, и защитник, адвокат. Ну, там такие сначала общие вопросы, как давно я знаю Андрея, там, какой он деятельностью, с моей точки зрения, занимался. Я объяснила, что он был одним из соучредителей моего канала, и постоянным гостем, и, собственно, рубрика у него была целая, что вместе мы проводили расследование, и, в общем-то, как бы, мы знакомы, как коллеги с 13-го года, наверное, а вживую, вот, в реале, я с ним познакомилась уже, когда приехала в Москву. Вот так мы коммуникировали по скайпу, по телефону, ну, как бы так. Вот, и мне задали вопрос, угрожает ли Бродавке реальная опасность? Я, конечно, тоже сказала, что, конечно, да, потому что, начиная, там, с 14-го года событий в Харькове, то есть, если, то, что он личный враг Авакова, это не мы придумали, это Аваков себе придумал, что он в состоянии, там, холодной войны с Бродавкой. Ну, естественно, с этими батальонщиками, с некоторыми мошенниками, аферистами, потому что Андрей проводил журналистские расследования, и мало кому нравящиеся у тех, кто у властного корыта, естественно. Никто не любит журналистов-расследователей. И, кроме того, на вопрос, уточняющий суди, а угрожает ли ему какая-то опасность непосредственно вот сейчас, я объяснила, что да, потому что она исходит в виде угроз от определенных кругов, которые находятся в Москве. Ну, собственно, вот судья уточнять не стал, какие это именно круги. И, ну, я могу, в принципе, сказать, потому что я писала об этом уже у себя в соцсетях, как бы, наверное, люди знают, кто у меня подписчиков, что есть тоже харьковчанин такой Алексей Корнев, удивительнейший такой персонаж, у него даже на украинском языке его имя написано, и он известен тем, что в 2013-2014 году он был активистом Майдана. Страшно, таким, там, Пискакулов, Патриотов, там, Бандуетиков и так далее. Потом неожиданно он оказался в Москве, и здесь была выдвинута легенда, что, оказывается, это он там был агентом под прикрытием частного какого-то депутативного бюро, которое называется Ворон, и у него типа позывной или кличка такая собачья, не знаю. То есть он Ворон во всех отношениях, и это человек, который, в принципе, достаточно давно, а у него есть ресурс, сайт. Сайт, конечно, это можно назвать с натяжкой, помоечной, но кому интересно, можете посмотреть. Он называется «Вильна Украина». Тоже такую украинскую мову. И вот на этом сайте достаточно много таких вот гадостно-помоечных именно, то есть не доказательных, не расследовательских, а таких вот на уровне ниже Плинтуса, паспольных статей и про Андрея Бородавку, и про меня, и про Владимира Демченко, и еще некоторых там харьковских активистов, про Наташу Калму. То есть, ну, неважно. Ну, кому интересно, может пойти и насладиться этой помойкой в полном объеме. Вот. И, собственно, 19 апреля этого года, вот на этой помойке, была выставлена публикация, опять же таки, она у меня есть, ссылка на нее у меня в соцсетях, где рассказывалось, ну, где указывалось на то, что какое-то харьковское подполье, именуемое себя там К-27 или Х-27, точно не помню, заряд преступлений и сотрудничества с СБУ, приговорила Бородавку, к чему она там приговорила, бог его знает, вот. Но поскольку, все это как загадочно, поскольку привести приговор в исполнение на территории Москвы не представляется возможным, то они должны там собраться еще раз в обстановке особой секрестности и придумать схему, как им вывести Андрея Бородавку из Москвы в ЛДНР, где и привести приговор в исполнение. Ну, то есть, что этот психически больной человек подразумевал, когда он это писал? К сожалению, я сказать не могу, а почему я абсолютно мотивированно говорю, что человек психически больной? Потому что, да, за свои очень странные, неадекватные поступки он находился на лечении, ну, я знаю, как минимум два раза, в психиатрической клинике. И, кстати, один из таких эпизодов, что вот Бородавка его оттуда и выручал, вытаскивал. Ну, как говорится, добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Ну, и так вот получилось. Ну, и выслушал, ну, не только там были другие свидетели, были документы, публикации статей, причем это публикации в украинских СМИ, то есть это не на заборе, не на сайте миротворец, где нацуки сами пишут, а абсолютно официальные СМИ с регистрационным номером, где тоже в этих статьях было написано, что как только Бородавка приедет, ему, конечно, там организуют теплый нацистский прием, то есть это открытым текстом пишется в украинских газетах. И мы эти документы тоже предоставили. В результате, когда это все было выслушано, то предоставили слово прокурору, ну, то есть сторона обвинения. Прокурор сказала, что с учетом того, что вот она ознакомилась с этими материалами, которые были предоставлены в суд апелляционной инстанции, что она выслушала свидетелей и посмотрела на все эти доказательства, которые были предоставлены. И она считает, что да, конечно, Бородавка закон нарушил, то есть именно миграционное законодательство, и в этой части все абсолютно правильно, но в части того, что ему угрожает реальная опасность, а наказание за статью предусматривает вилку, то есть наказание там разное бывает. Бывает штраф или выдворение добровольное, выдворение принудительное, там по-разному. То прокурор считает, что с учетом реальной опасности депортировать его в Украину нельзя. Это действительно может закончиться его смертью. и она сама предложила, прокурор, что надо заменить вот эту часть на добровольное выдворение. Ну то есть, когда он себе покупает билет, куда хочет, ну даже не обязательно в Украину, в принципе, может быть в Белоруссию, может там в Италию, Испанию, Португалию, ну по-разному, да, куда человек хочет, туда он съедет. Самое главное, он должен покинуть пределы Российской Федерации. Все. Ну и суд все это выслушал. И удалился на совещание. Вот что интересно дальше. Я никоим образом не хочу никак критиковать судебную систему Российской Федерации. Возможно, она правильная. Возможно, здесь так принято. Но минут через 25-26, я просто смотрела по часам, то есть до получаса, нас пригласили опять в зал, где судья 9 минут зачитывал приговор. И было понятно, что он зачитывает его не полностью, потому что он на 4,5 листа. То есть, очевидно, он нам зачитал вступительную и резулятивную части. И мы с удивлением услышали, что суд считает предоставленные доказательства наличия опасности для его жизни недостаточными. То есть, ничего опасного, на самом деле, для братьевной депортации в Украине нет. И поэтому суд оставляет приговор сюда, первой инстанции, без изменений. То есть, штраф и принудительная депортация в Украину. Но, честно говоря, очень жалко, что у меня камеры не было. Я бы даже речь не видела. Просто бы хотелось сфотографировать в это время прокурора. То есть, по-моему, больше всего у них были два человека. Это Бородов и прокурор. Прокурор кажется больше. Ну, это, наверное, первый случай в моей практике, когда прокурор просит смягчить наказание, а судья его, как бы, ну, оставляет без изменений. Ну, опять же таки, это нюансы пророссийского законодательства. Я не буду их комментировать или оценивать. И после этого, естественно, мы получили документы, узнали, в каком порядке, когда и куда можно обжаловать решение суда дальше. Ну, и вот весь вчерашний день, собственно, готовили документы. По поводу, вот, какое у меня впечатление от всего этого. То есть, у москвичей или россияне, наверное, знаю, что не так давно, там, несколько недель назад, была массовая коллективная стычка со стрельбой, с ножами, там, Хаманское кладбище, если так называют. И, как бы, потом начались такие зачистки мигрантов всяких разных. На самом деле, здесь не идет речь о, там, из Средней Азии или об украинцах. То есть никто их... Ну, но, тем не менее, зачистки начались. И начались какие-то высказывания недовольствия. Я где-то читала даже на каких-то информационных ресурсах, что, ну, белоленточники, очевидно, тут не очень разбираются в политических этих нюансах. Организовывая, там, 15-го числа, если я не ошибаюсь, какой-то марш протеста против вот этой неправильной, негуманной, страшной миграционной политики, что вот... То есть, эпизод с бородавкой, поскольку он все-таки лицо медийное, и об этом, как бы, очень много говорится, он, конечно, сильно подпортил имидж России. Ну, все-таки, получается, выдворяют на смерть человека с явно пророссийской позиции, которая неоднократно бывала на центральных каналах, которая популяризирует и продвигает идею русского мира в Украине. То есть, человека во всех отношениях России полезного. Леночка, извини, пожалуйста, что я тебя перебила. Скажи, как ты думаешь, с чем это может быть связано? Что, ну, ты сама говоришь... Я про себя скажу, что я в суде, в юриспруденции не айс, да, но ты говоришь, что на твоей практике такого не было еще, чтобы суд требовал больше, чем прокурор. Да. Как ты думаешь, с чем это может быть связано? Что это за прецедент такой? Ну, я никоим образом не хочу сказать, что я хотя бы даже подозреваю, что кто-то может оказывать давление на суд. Но по ряду причин у меня есть основания вот так думать, потому что определенные лица, опять-таки, достаточно публично в тех же соцсетях говорили именно о такой исходе судебного слушания фактически в ночь перед началом суда. И если я сначала подумала, что они так неудачно пошутили, то потом выяснилось, что что они написали, то и произошло. Лен, стоп, секундочку, пока не ушли, прости, что я перебиваю. Ну, во-первых, здесь вопросы с чата задают, может ли быть такой... Насколько вы хорошо знаете судью, ну, в смысле, потом, да, вот сейчас, на сегодняшний день? Судью, судью. Вы узнавали, кто это такое или такая, там, не знаю. Ну и вопрос... Я знаю судью, как бы я, естественно, помониторила, посмотрела. Да, судья достаточно жесткий, но я не могу сказать, что он... Ну, во всяком случае, если набрать там имя, фамилию судей, слово скандал или коррупция, то великий гугл ничего такого не выбрасывает. Нет, нет, я сейчас не про это. Смотри, вопрос здесь из чата. Может ли быть такое, что судья как-то связан майданутой или с хохлокорнями, или с либеральными, с такими-то... Нет, 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 совершенно нет. То есть, если он с чем-то связан, с определенными силами, ну, скажем, я это сформулирую так, что здесь, в России, все-таки есть определенные деструктивные силы, которые пытаются нагнетать обстановку, в том числе и в крупных городах федерального подчинения, это Москва и Санкт-Петербург, которым выгодно раскачать ситуацию, до той, которая случилась в Украине, конечно, силы деструктивные, возможно, так называемые оппозиционные, поскольку я гражданка Украины, я не берусь давать оценку этому. И я бы, ну, я так предполагала, во всяком случае, что, ну, скажем, вмешательство или ходатайство, вернее, запросы, то есть были запросы от представителей российской власти, от депутатов Государственной Думы, от руководителей общественных организаций, комитетов Совета Федерации, и, в общем-то, с просьбой тоже, по ряду причин, смягчить наказание, то есть не выпустить, не вообще не наказывать, не погладить по головке бородавку, а да, с учетом полезности КПД его для России, все-таки, с учетом того, что он же ничего здесь не нарушил, он не ходит по улице пьяным, не курит в неположенных местах, не швыряет собак бутылками, не бьет никому лицо, то есть он ничего не нарушил. И есть, ну, как бы прецеденты более серьезных правонарушений с более мягким наказанием за тот же проступок. И если люди, занимающие определенные должности, выступали, как бы, ходатайствовали о том, что его либо передать им на поруки, что предусмотрено в данном, ну, это же административное правонарушение, по сути, вот, или же просто смягчить наказание, заменить его на добровой депортации. Учитывая, как я услышала, что его брали на поруки различные общественные организации, депутаты из Совета Федерации, Клинцевич, о котором нам говорила Алена Гюрза, при этом не пошли, но это был, сейчас, секундочку, это был суд первой инстанции, что дальше? Нет, это был не суд первой инстанции, это же апелляционный. Апелляционный суд? Это апелляционный, дальше касационный, верховный. Хорошо, но, то есть, сейчас вот это, решение остается в силе, дальше вы, что делаете, подаете касацию? Мы уже подали касацию. Подали касацию. Есть какие-то, какая-то информация, вот, о тех, кто его брал на поруки, что говорят вам? Какие прогнозы? Соответственно, я не уполномочен, к сожалению, я понимаю, хорошо. Но, какие прогнозы вообще от адвоката, насколько у вас грамотный адвокат, который ведет дело? Адвокат очень грамотный, он, собственно, очень часто поступает экспертом на различных программах на центральных каналах в качестве эксперта, юриста, и, ну, как бы, у меня на канале есть на 100 террорист, 100 террористов, она есть, кусочек интервью с ним, он тоже рассказал свое мнение, но это такое, свежее, как бы, мы, опять-таки, понимаете, по законам Российской Федерации давать оценочные осуждения, вот, произошедшему, в период, когда, ну, фактически суд еще не закончен, мы же продолжаем, ну, подавать апелляцию, касацию, вернее, там, то есть продолжаем какие-то действия, обжалование этого, то есть, всякие оценочные осуждения и так далее, здесь, в России, расцениваются, как давление на суд, поэтому, к сожалению, я, ну, не в праве их позвути. Лен, сейчас, секундочку, вот здесь вопрос из чата от известной тебе Даши, которая говорит, что Лена врет, у нас нет такого процессуального действия, как отдать на поруки, я не могу не зачесть, что я бы не хочешь, чтобы ты ответила. Ну, я не юрист и не адвокат, то есть, сколь скоро адвокат сделал определенные ходатайства к определенным лицам, с такой просьбой, и мы получили документ с таким содержанием, значит, чего-нибудь не знает Даша. Я не комментирую знания Даши и ее уровня образования в юриспруденции. Ну, я вот это хотела тебя услышать, ну, потому что, ну, ты знаешь, да, по каким причинам там в чате. Ну, я же, скажем, не буду рассуждать о взмахе ноги Волочковой, я не балерина, я не думаю, что Даша уместно рассуждать о юридической стороне вопроса в данном случае. Так эта формулировка так и звучала на поруке, да? Да. Понятно. Лен, ну и что, ты, твое личное мнение, вот, понятно, что ты гражданка Украины, понятно, что ты можешь сейчас быть не очень объективной, потому что вы дружите с Андреем, но при всем при этом, вот твое ощущение твое. Я абсолютно объективно могу объяснить, почему. Очень нехорошая привычка, знаешь, показывать пальцем на кого бы то ни было другого, да, то есть, если речь говорит, ну, кто-нибудь скажет, Лена, у тебя кривые ноги, а я скажу там, а у Маши и Наташи еще кривее. То есть, это неправильно. Но, тем не менее, я хочу сказать, что я лично знаю очень многих людей, которые здесь живут два, три, пять лет без всяких миграционных, без документов, без легализации, работая, скажем, горничными в элитных домах на Рублевке или, ну, в каких-то автомастерских. То есть, да, они в чем-то хорошие специалисты и сидят себе тихонечко много лет, ну, возможно, не выходя из хозяйского дома или выходя недалеко. По Москве ходят, и я их видела лично, своими глазами очень разные мигранты из разных стран, разных национальностей, которые ведут себя, ну, не то, что по-хамски, ведут себя по-скотски, иногда представляя собой угрозу. И, еще раз вернусь вот к этому эпизоду 27 февраля этого года, на моих глазах, вот это, на мосту Немцова, это шествие, когда шли люди с черно-красными флагами правого сектора, запрещенной организации в России, на всю проезжую часть блокировок движения, растянув транспарант свободу Надежды Савченко, которая была уже признана судом военной преступницей, виновной в убийстве российских граждан, которые окличали славу Украине, смерть ворогам, кого интересно они при этом имели в виду. В Белый день в центре Москвы укропейцы проводят свой шабаш с публичными призывами убивать людей. Смерть ворогам я расцениваю именно так. Стоит полиция, ковыряется в носу. Никто их не остановил, не задержал, не забрал участок, не осуждал и не депортировал. Ни одного такого эпизода нет. Соответственно, у меня возникает такое мнение, что это дело абсолютно заказное. С какой целью это сделано, я, ну, как бы у меня есть свое какое-то мнение, но сказать точно, что я считаю, вернее, сказать, что это так, потому что я знаю, что это так, я не могу. Я считаю, что это заказное дело, и у меня есть ряд оснований так считать, почему. Почему? Не более того. И кто заказал, и у тебя есть фигуранты, кто мог это заказать? Это дело. Ну, в первую очередь, это, конечно же, его коллеги из Харькова, потому что украинцы, это такая нация удивительная, где два украинца, там три гетьмана. Особенно, если начинают здесь сражаться за право быть самым правильным, самым главным, у каждого на голове корона, но кроме короны, если считать, что абсолютно материальное составляющее, дело в том, что на территории России зарегистрировано более 26 украинских общественных организаций, которые получают, пусть небольшое, но финансирование через Россотрудничество. И эти организации, они возникли задолго до Майдана, ну, скажем, может быть, они возникли после Рыжего Майдана, и там во время его, то есть это больше 11 лет. И Россотрудничество, к сожалению, совершенно не интересуется и не контролирует нынешней направленностью этих организаций, то есть они вообще за белый, то есть за красный, да, за кого они. Аналогичная ситуация есть и в Европе, то есть мне известен факт, когда посольство России в Швейцарии финансирует проукраинскую организацию, которая и называется там ОСРЭДО, и им выделяются деньги на проведение как бы мероприятий популяризации русского мира, они за эти деньги покупают тепловизоры, беспилотники и все это радостно, информацию об этом выкладывают в соцсетях, фотографии, видео и так далее. К сожалению, на самом деле миграционная политика России, она, я, ну, не могу сказать, что она несовершенна, но она очевидно имеет пробелы в том плане, что всех тех, кто пребывает сюда, я, не важно из какой стороны, у всех тех, кто пребывает сюда, все-таки надо к ним подходить индивидуально, потому что я не вижу, если причины, допустим, если приехал профессор, историк или математик, да, или у него жена, допустим, врач высокой квалификации, то я не вижу причины отправлять их куда-нибудь там в зауральские горы, какое-нибудь село Кукуево, да, потому что пользы от них здесь, даже в Москве, было бы больше, только по той причине, что они могут не только работать по специальности, но и преподавать, учить кого-то, да, медийники, журналисты, люди, которые имеют какой-то авторитет в Украине, с чьим мнением считаются, ну вот, на этот судьбоносный вопрос, почему бородавка не уехал, не поехал, не оформил и так далее, и так далее, дорогие мои, работа Андрея, как и моя, она привязана к Москве, и это работа не та, за которую платят деньги, потому что Андрей, не имея статуса, он здесь не работал легально, то есть он просто-напросто занимался общественной деятельностью, он помогал политимигрантам, приезжали люди на встречи сюда, здесь решались какие-то вопросы, он ходил на эфир, он защищал права этих людей, жил в общем-то очень бедно, и когда вопрос, что ты не купил себе патент, ну ребята, потому что на патент тупо не обладает, у него на сигареты их не всегда было, и если бы те, кто спрашивал, а что ты вдруг они купили патент, ну надо было потери и купить, ну если бы у меня были лишние, я тоже могла сказать, Андрюш, давайте купим патент, а ты потом мне как-нибудь отработаешь, что же там. Диана, сейчас, секундочку, я все понимаю насчет этого, ну я просто лично видела Андрея, я же с ним разговаривала, и все, ну про финансовое положение я собственно в курсе, я немножко сейчас о другом хочу спросить, ну этот вопрос естественно возникает, почему полгода он не мог, ну это по статьям, почему он полгода не мог сделать себе регистрацию, потому что основная причина нарушения, насколько я поняла, это нарушение миграционного вот этого закона. Нет, основная причина это отсутствие легализации, то есть регистрация тут ни при чем, у него же была регистрация принята там в Твери, еще где-то, у него их было несколько на самом деле, фэмэст, не сильно интересует, где она вообще зарегистрирована, их интересует, с каким статусом они здесь находятся. вот это является нарушением, то есть ты можешь сюда приехать, ну это называют слово «московские туристы», приехать там на 90 дней, но раньше можно было еще на 90, сейчас просто на 90. То есть если ты турист, то ты приехал и уехал, и в общем-то никого не интересует, что ты тут делаешь, приехал погулять. А если ты здесь остаешься на более длительный срок, то там РВП, надо и патент, или, ну, короче, что-то надо. Ну, я просто не совсем даже знаю, что, потому что я вот, уже не потому что, подустала, но лишь в один раз повторю, я же не исключаю, что среди наших слушателей есть такие же доброжелатели, которые помогли Андрею, и желающие помочь мне, так вот, ребята, я здесь нахожусь как аккредитованный спецкорреспондент двух иностранных свеки, аккредитованный Министерством иностранных дел Российской Федерации. Вот поэтому мне-то вот эти все пути не нужны. Ну, то есть я здесь... Я поняла, что ты сейчас... Для кого ты это говоришь, все понятно. Лен, да, я знаю, что у нас в чатике очень много доброжелательных, хороших людей. Тем не менее, пожалуйста, поскольку я не особо понимаю разницу и предполагаю, что в чате тоже, то есть мы-то говорим для чата, да, давай разделим вот эти мухи и котлет, что означает легализация и что означает регистрация. Вот про патент и так далее. Смотри, значит, когда мы сюда въезжаем, у нас должна быть миграционная карта и в течение семи дней мы должны зарегистрироваться, то есть обозначить свое место проживания, ну, или преимущественного пребывания в тупом городе, где мы это сделали. И мы прекрасно знаем все, и чатики, и вне чатика, что нарушают этот пункт поголовно все, потому что люди, которые предоставляют регистрацию, или компании целые, которые ее предоставляют, могут регистрировать по 50 человек в однокомнатной квартире, ну, есть такие квартиры, но они иногда попадают со скандалами в российские же СМИ, да. То есть для кого-то это маленький бизнес, для кого-то большой бизнес, потому что есть такие консультативные компании, которые мы вам на регистрацию, и мы за вас в очереди постоим, и мы вам поможем РВФ, по АООО, и чуть ли не экзамен по русскому языку за вас будем. То есть для России это такой небольшой бизнес. На всех мигрантах, повторяю, не только на украинских. Поэтому нарушение или вот именно регистрации, ну, если за нарушение регистрации, то надо выдворять всех. Потому что я не знаю никого практически, кто жил бы по месту регистрации. Причем обычно мы приезжаем, где-то регистрируемся и идем снимать себе жилье. В очень редких случаях владелицы этого жилья согласны регистрировать своего жильца. Как правило, нет. Мы же это делаем через агентство. То есть, да, у меня может быть договор аренды, но регистрация, договор аренды жилья по одному адресу и регистрация совершенно по-другому. То есть в таком случае эту часть нарушают все мигранты. А вот то, что вменяется вину Андрея Бородавки, это его нелегализация. То есть он, находясь здесь больше положенного срока, не определился. То есть, если ты хочешь работать, купи патент. Если ты хочешь по программе переселения, подай пакет документов и иди переселяйся. Есть же регионы. Ну да, понятно. Если ты по программе воссоединения с семьей, опять-таки, собери документы, докажи, что у тебя есть прямые родственники, иди воссоединись. То есть, насколько я правильно помню, есть семь разных версий вот этой легализации. но, к сожалению, вот та единственная, которая подходила Андрею, которая, кстати, подходит мне, которая подходит Равреля, которая подходит Кату и еще некоторым людям, которые здесь находятся. То есть, это люди, против которых было преследование со стороны власти Украины. Это люди, против которых были возбуждены уголовные дела или в отношении членов их семей что-то пытались сделать, или просто тута банально избивали на улице нацистов в наборниках. И это доказано, ну, скажем, хотя бы суббитно-экспертивно. То есть, есть понаехавшие, которые обиделись, они там кем-то были и перестали кем-то быть. Вот она там была, профессор, доцент, ректор, ректор, пришла новая власть, ее вымяло, и она обиделась, она же привыкла жить хорошо. И она уехала в Москву, такая вся обиженная и политрепрессированная. А есть человек, которому просто опасно там находиться. Вот мне кажется, что ФМС должна была бы дифференцировать у таких людей. Хорошо, а ты общалась, я так предполагаю, за вчерашний день, суд же позавчера был, да? Да. Ты общалась со своими тем же там, котом, рабребой и так далее? Что, что ребята говорят на эту тему? Ну, ребята в таком же шоке, как и я, тем более, что мы были уверены, что суд изменит свое решение. Но я вообще там вдруг и не отходила, потому что там сидела бы за него даже на скамеечке. Мы были все уверены, что суд изменит на тему. Ну, пока что у нас такой культурологический шок. Ну, в общем, основное, на чем строилось обвинение, то, что не было патента, да? Вот легализация в этом. А то, что нет легализации. Легализация в отсутствии патента. Хорошо, я поняла. Ну, и, насколько я знаю, вы сделали кассацию, то есть, теперь будет кассационный суд, да? Ну, будет кассационный суд. Ну, честно говоря, я в этот день, конечно, ну, я была немножечко перевозбуждена, да? Я лично хотела, ну, говорила с адвокатом о том, что следовало бы написать в ЕСПЧ, потому что в российском законодательстве напрямую зафиксировано, я точно не могу сейчас сказать норму закона, но вы, кто интересуется, заходите ко мне на страничку на Фейсбук, кто у меня в друзьях, у меня все в открытом доступе, все документы по суду, то есть, и кассационная, это, апелляционная жалоба, и решение суда, то есть, можно увидеть эти все документы, они там выложены, и по законам России, если человеку угрожает опасность в стране, ну, да, его, откуда, вернее, откуда он приехал, в связи с опасностью, да, то не то, что там, ну, на усмотрение, судили, еще, то есть, законами России запрещено заговорять человека в страну, где ему угрозит опасность, это запрещено, а не так, хочу, не хочу, буду, не буду, и там есть еще пару законодательных норм, которые, в общем-то, в данном случае, они наручены, и я, ну, так, с Галича сначала, вот, хотела обращаться в ЕСПЧ, ну, в принципе, у Андрея есть законный представитель, ну, есть адвокат, есть законный представитель, полномоченный, это Алена Бабинина, ну, как бы, на правах друга и коллеги, и так далее, я коммуникирую с семьей Андрея, то есть, могли бы обращаться к члену семьи, но, мы не будем этого делать, потому что, в данном случае, несмотря на огромное старание тех людей, которые сейчас пытаются из истории с Андреем, бородавкой, сделать вот такое знамя для размахивания везде, а посмотрите, какая Россия плохая, а посмотрите, какая она жестокая, а посмотрите, как Россия вышвыривает тех, кто практически на нее работал, вот, я не хочу оправдывать надежд этих людей, и этого мы делать не будем, потому что, если это сделать, если обратиться в ЕСПЧ, то это значит признать, что в России нарушаются права у людей действительно в этом сегменте. Ой, извините, такая простужина. Так что, поэтому этого мы делаем только не собираемся. Ну, то есть, сейчас вы, ну, защита, да, ваша будет построена на том, что в России есть закон, который не позволяет... Честно говоря, я тоже на этом базировалась, просто почему-то эти доводы не были приняты во внимание. Я услышала. Хорошо, Лен, спасибо большое за, ну, подробный рассказ про дело Андрея. Я надеюсь, что все будет хорошо при всем при том, ну, учитывая резонансность этого события. Я тоже на это надеюсь, потому что, во всяком случае, первая инстанция, это вот, ну, то есть, можно было бы сразу написать жалобу на председателя суда, сразу, однако мы хотим посмотреть еще, ну, мы это будем делать понедельник-вторник, потому что надо ознакомиться с протоколом. Насколько я, как я уже говорила, не было, не присутствовала с самого начала судебного заседания, потому что, к сожалению, не все могла зафиксировать. Но даже в той части судебного заседания, в которой я присутствовала, то есть, я обратила внимание на нарушение процессуального характера. А, ну, я не знаю, мне надо еще раз перечитать кодексы, я не знаю, совершенствия закона в Российской Федерации. Украины? Да. Россия нет. И у нас, например, нарушение процессуального законодательства считается основанием для отмены приговора. Ну, в частности, даже такая, как бы, мелочь, что вот приговор должен зачитываться в полном объеме. Даже вот в случае Юлии Владимировны. Ну, Юлия Владимировна, конечно, она вообще просто по барабану не была все, она там сидела и... То есть, вообще, ну, приговор выслушивается, стоя, стоять должны все. Если страниц много, хоть четыре часа. Ну, так положено. Такая процедура. Выдергивать части текста запрещено процессуальным скомпаниям. Ну, то есть, ты точно знаешь, что вот было, вот так и прочитали часть. Ну, за девять минут нельзя прочитать четыре с половиной страниц. А самое интересное не это. Самое интересное то, вот опять-таки, чатурланы наши могут посостязаться. Я говорю, что в промежутке между тем, как суд удалился на совещании, нас спустили в зал. То есть, что в это время судья должен делать в совещательной комнате? Ну, что обычно делают там судь, вернее, там. Мне же ему указывают, что он должен. Но обычно судья еще раз просматривает материалы дела. Еще раз внимательно обращает акцент на то, ну, вот, например, если прокурор сказала, что вот из-за этого, этого и вот этого я считаю, что надо смягчить, то еще раз надо было просмотреть это, это и вот это. Ну, вдруг есть какие-то сомнения, а все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Но кроме этого, это надо просто набрать. Ну, вот, сесть руками и набрать. Ну, возможно, из-за меня очень плохая машинистка, возможно, очень менее напечатают. Ну, опять-таки, в плане такого эксперимента, выходные дни, если кому-нибудь нечего делать, сядьте и наберите на компьютере за 20 минут 4,5 страницы текста примерно десятым кемлем. И узнаете, а можно ли это сделать за столь короткий промежутый времени. То есть, мое мнение, что эта болванка была заготовлена заранее. Да, у нее просто были внесены фамилии наступающие, а сама болванка была готова. Но это мое частное мнение. То есть, оно никоим образом не отражает картины объективности судов Российской Федерации. Понятно. Лен, ну, на самом деле, наверное, то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, наверное, это не совсем корректно в плане того, что, ну, как бы нельзя, да, до, там, решения суда, которого еще нет, пока есть постановление, а не решение суда же, да? Нет, нет, есть решение, мы же получили на руки. Ну, у нас просто нету еще протокола, меня интересует протокол судебного заседания. Ясно. Но, собственно, я все-таки думаю, что все решится нормально и какие-то вот эти юридические, юридическая казуистика, я все-таки надеюсь, что это казуистика, а не либо ошибка, либо клавиша в компьютере не так запала, мало ли, описка техническая, ну, какие-нибудь причины, я не знаю, но я в этом случае уверена, что в любом случае мы будем отставить Андрея до конца, там есть достаточно еще простор для творчества или инстанции, куда можно обращаться и, естественно, будем идти вот этим путем. Понятно. Лен, спасибо большое, будешь меня держать в курсе, хорошо, в смысле я тебя буду дергать, спрашивать, я понимаю, что тебе далеко не всегда до меня, вот, и тогда будем следить за судьбой Андрея, что будет дальше. Еще раз спасибо большое за подробный рассказ и тогда до встречи. Пока. Пока. Пока.